Много-много-много сказок, решив, что детям к песне невозврата это тяжеловато. Но ребенка я вижу одного и то не сильно ребенковского, а такого достаточно взрослого. Поэтому мы, видимо, сказки отменим. На сегодня одну тоже вполне возможно. Вот. Одну мы читаем, а представлять, я надеюсь, вот книгу издательства «Время», медвестинного издательства, дорогого моему сердцу, с которым я и сотрудничаю. Кто-то меня, правда, сегодня назвал предателем. Борис Натанович Пастернак назвал меня предателем, посмотрев на книжку, изданную в Германии, которая называется «Книга Шиповника». Я сказал, Борис Натанович, это Андрей Никитин-Беренский. А, тот свой человек, который назвал Борис Натанович. Так что снято обвинение в предательстве. А так это только издательство «Время» всегда. И новый сборник стихов, который называется «Песни невозврата». Такое вот оптимистическое название. Я обсуждал его долго с Ауэль Михайловной. Сказал, Ауэль Михайловне, лучше назвать это «Фрёкен Дежавю». Сказал, хорошее название, но как-то вот двое иностранное слово название не очень хорошо. И я тоже был с ней совершенно согласен, поскольку о том в Санкт-Петербурге. Поэтому получились «Песни невозврата». А насчет «Песни невозврата» маленькая такая история, связанная с Владимиром Сановичем, который очень крупный японист и милейший человек. Я читал его книгу и обнаружил в ней жанр «Песни невозврата». А Наталья Жерна Василькова, которая умерла в этом году, сказал мне, я все-таки у него спрошу, есть ли такой жанр. На всякий случай, потому что у тебя в голове иногда имена преобразуются в нечто совершенно другое. И она спросила ему, есть ли такой жанр в японской поэзии «Песни невозврата». В ответ на что он сказал, нет, такого жанра нет. И я остался вот с песнями «Невозврата» как основоположник жанра. Как-то оно уже еще. Но поскольку это звучит весьма так, вот японообразно «Песни невозврата», я думаю, что ну вот пусть будет новый жанр «Песни невозврата». Может быть, мы заложим вот керамиками нового жанра. Вот. Это стихи, которые писались в последние годы, когда вообще что-нибудь писалось. Потому что в последние годы все в основном не писалось, а переводилось. То есть я закончил перевод Алисы в «Стране чудес» Алисы в Зеркале. Это выйдет, Борис Натамович скажет, предатель. Это выйдет в издательстве «Самокат». Вот. Потому что они обратились вдруг ко мне с такой просьбой перевести Алису в «Стране чудес» Алису в Зеркале. Я уже не чаю, что у меня в моей жизни будет вот как надо реагировать. Выпадет счастье и переводить Алису. Хотя я вообще всегда знал, что, видимо, это случится в моей жизни. Потому что я очень бодро нашел в свое время переводить «Лира». Потом перевел с «Нарка» и уже остался просто вот. Алиса очень близко подошла вплотную. Я только не знал, откуда придет предложение. Предложение пришло по существу из Голландии, где была куплена какая-то очень красивая книга. Очень одаренного художника. Девушка. Очень рада, на самом деле. Которая проилустрировала книгу таким образом, что из-за этого самоката влюбилась в эту книгу. И сказали, мы тоже хотели такую выпустить. И хотели использовать перевод Девуровой. Но потом сказали, ну, если уж у нас новая графика, то давайте пусть будет новый перевод. И я с голосностью спросил, а перевод голландский классический? Да, сказали мне. Ну, вот хорошо. Тогда будет еще одна Девурова. Ну, так и получился, в общем-то, в конце концов. Кроме стихов, которые я все-таки попытался соотнести с тем, что современное молодое поколение знает, с чем они могут ассоциировать то, что они будут читать в Алисе. Я так до последнего времени, вот практически до сегодняшнего дня и думал. Вот, но мой главный друг Парис сказал мне сегодня, «Э-э-э, никто не вспомнит таких стихов». Вот, молодые люди их не знают. То есть он убил во мне надежду, что эти стихи все-таки с тем ассоциируются. Но я ему не верю, потому что Чижик-Пыжик где-то был, ассоциируется у меня с представлениями молодых людей о стихах. А Чижик-Пыжик превратился во вступительное стихотворение, самое первое стихотворение в Калисе, которое она не смогла вспомнить, начав читать Чижика-Пыжика. Из чего получилось следующее. «Крокодильчик, где ж ты был? В нильчике водичку пил. Хвостик в нильчике держал, никого не обижал. Только рыбочке одной. Я сказал, побудь со мной. Погуляем допоздна. Нет, погуляем по волнам. А потом тебя я оба». То есть вот таким образом мне все-таки удалось в каком-то отношении проявиться как к человеку творческому, но в остальном это достаточно близкий к тексту перевод, такой же, как голландский, стало быть. Но в нем много всяких забавных вещей, которые Димурова либо не хотела акцентировать, либо по каким-то причинам обожла внимание. Так что некоторые неожиданности будут. Но это совершенно не тот авторский перевод, которого я от себя ожидал. А теперь, когда он уже готов, я, в общем-то, и доволен тем, что он не авторский. Потому что я как-то с трудом все равно могу себе представить, как можно фантазировать в каком-то уже готовом тексте. Вот. Так что вот этим я занимался. А и на фоне этого было некоторое количество стихов, которые вот объединены в эту книжку. Стихи становятся все более мрачными, все менее лирическими. То есть вот соотносимыми все больше с какими-то политическими событиями, которые, казалось бы, на меня не должны были влиять, но они все равно влияют. Вот. При том, что я утрачиваю вообще как бы контакт с какими-то моими прежними знакомыми, потому что все, что я произношу по поводу событий, которые у большинства людей совершенно определенные отношения, оказываются не тем, что от меня ожидается. Одна моя очень большая приятность сказала, надо ходить в шлеме, сказал Наташа, которая сидит справа от меня, потому что вот вы получите по голове за любое самое невидное суждение. Вот. Я тоже думал, что я получу по голове за любое самое невидное суждение, но слава богу, я работаю с создательством «Время», и он сказал, ну, конечно, вот это вот надо опубликовать, никаких сомнений в этом нет, ну и что, что несколько резко. И я был счастлив от того, что как бы никакой цензуры, ни сам цензуры, ни внешней цензуры не случилось и на эту. А седай Бог не случится никогда. Но я помню обещание Наташи, что надо прочитать одну сказку. Я прочитаю какую-нибудь сказку сейчас. Я видите, как хорошо подготовлено. Просто нажать на одну кнопку, и будет масса сказок. Зим, я нажму на другую кнопку. Можно? Вот. У меня здесь много есть всяких. Я сейчас найду что-нибудь. Во, я найду китайского болванчика. Потому что китайский болванчик это такая примиренческая сказка. Китайский болванчик. Теперь то же таких китайских болванчик редко где встретишь. Это раньше они почти в каждом даму были. Фарфоровые фигурки с согласно покачивающимся от любого дуновения головами. Сидели себе кто на комоде, кто в буфете, кто на ночном столике. Молчали декивами, что бы не случилось. Да, да, да. Так она не есть. А один китайский болванчик сидел на книге. И был колонился от книг. А наш китайский болванчик был готов к тому, что она готов к тебе переломилась пополам. Составит мне какой-нибудь новый книг. И прощает жизнь. Но делать нечего. Жизнь мне всегда угрожает книги. И это уж китайский болванчик хорошо понимал. Кто на книге он все равно любит больше жизни, а если так и так погибать, то уж лучше подходит книга. Хорошо, что детей нет здесь, правда? Ночами китайский болванчик приучил заслушать разговоры, которые книги вели между собой. В разговорах таких китайский болванчик никогда не участвовал. Они вообще-то не для болванчиков. Он только слушал и соглашался. Да, 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 оно и есть. Между тем самим книгом отнюдь не всегда даже согласно буду с другом. Ох, какие жаркие милисты в спорах подчас. Какие страсти кипели. Какие дерзкие отвинения бросали в лицо друг к другу. Да вы, как лужку, старели на сто пятьдесят лет. Никто уж давно и не думает, будто земля плоская, земля круглая и стоит на трех китах. Да, 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 так оно и есть. И ни на каких, ни на трех китах. Земля покоится на огромной черепахе. Да, 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 так оно и есть. Это просто полоумные обе. Все в мире давно согласились, все в мире давно согласились с тем, что земля это небесное тело, вращающееся вокруг солнца. Да, 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 так оно и есть. Земля держится на любви. Вот что я вам скажу. Да, 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 так оно и есть. Китайский болванчик исправно кивал и стал быть по крайней мере один союзник у каждого из поющих распоряжений все-таки всегда имелся. А это значило, что никто из них не был совсем одинаков в мире, даже тот, кто считал, что земля стоит на трех китах. Даже тот, кто считал, что земля покоится на огромной черепахе. Даже тот, кто считал, что земля держится на любви, со всеми китайский болванчик соглашался целиком и полностью и каждого поминал. И все они для него у него нравы. Как вы думаете, он дуран или у него просто вообще нет своего мнения? Спросила однажды толстенная энциклопедия у многотонного словаря. Это одно и то же задумчивость и вшелье в странице об этом многотонном словаре. Дуран это как раз тот, кто не имеет собственного мнения и только и делает, что присоединяется к чужим. А по-моему, он вовсе не дурак, вмешалась тоненькая брошюра. По-моему, он спит все время. Видите, у него глаза просто закрыты. Голова же у него просто во сне качается. Вам, между прочим, слова не давали, рассерепился в закон. То, что у него глаза было закрыты, означает просто, что он внимательно служит. На самом деле он никто иной, как подхалим, который хочет всем угодить. Вот вам и раскатка. Кто бы он ни был вздохнул с горлик стихов, у него никогда не будет настоящих друзей. Он ведь разделяет сразу все точки зрения. Полное отсутствие всяких принципов подголуток объемистый философский труд. Книг некоторое время молчали. А нужен ли нам такой сосед? Осторожно поинтересовался вдруг детективный роман. Он только вчера появился на книжной полке и место для него тут явно было маловато. Что вы имеете в виду, подозрительно спросил свод законов и добавил, каким бы он ни был, он имеет право быть самим собой и занимать отведенное ему место. Такое право есть у каждого. Потому что земля держится на любви, завел свою пластинку сборник стихов. Детективный роман ничего не ответил. А когда книги опять углубились в старый сборник, осторожно наклонился в сторону китайского баланчика и незаметно сдвигнули его к самому краю книжной полки, освобождая место для себя. Да-да-да, так оно и есть, кем китайский баланчик и полетел вниз. Ровно в тот же миг ломившаяся от книг книжная полка переломилась таки пополам. Валились книги в госпорядке и неуклюжно падая на пол подминали под себя друг друга. А когда осела пыль свод закона сказал мне зажравшему поблизости детективному роману это все из-за вас. Вы перегрузили книжную полку и добро бы еще чем-нибудь стоящим. А то ведь тьфу, обычная макулатура. Да вы лучше взгляните на толстенную энциклопедию от разрусток и сравните ее вес с моим. А еще лучше когда этот никому не нужный свод законов просто таки взревела толстенная энциклопедия. И тут все начали поносить друг друга самыми последними словами. О китайском болванчике даже и не вспомнили. Книг был невдомек, что вот уже много лет книжная полка держалась в воздухе только на согласии. На согласии китайского болванчика со всеми сразу. А сам он сам он погиб так как и мечтал подругой книг. И значит гибель его не стоит оплакиваться. Да, да, да. Так как. Обещал и сделал. Больше уже сказок читать не буду. Тем более, что эти сказки не из издательства «Время». Да, дедочка? А это из издательства «Слово», где были сказки на всякий случай. Но, по-моему, слово еще обладало правами на них в течение какого-то времени. Но не только на состав. Вряд ли на каждую сказку. Нет, на состав, да. На состав. Можно, наверное, можно, наверное, уже ваше. Уже можно, да. Думаю, что да. Уже бы прямо сказка. Да. Для таких передач, «Право голоса» и так далее. Супер, это вот сюда. Вот. Теперь, значит, я буду читать, наверное, почитаю какие-нибудь вам стихи. Вот. Тут очень есть один проблематичный цикл, вот, который я прочитаю мемориально. Потому что Наталья Федоровна Василькова считала, что этот цикл не должен здесь быть. Вот. И Алексей Симонов считал, что цикл не должен здесь быть. И только я и Алла Михайловна считали, что цикл должен здесь быть, и я его прочитаю. Он называется «Тринадцать новостей на остров Инишман». Если вы можете вспомнить такого замечательного драматурга, который описывает вот эти исландские острова, где люди очень плохо сеятны друг с другом, вот, и где существуют гонцы с новостями. Они приезжают на каждый очередной остров и продают новости с других островов, и за это им платят яйцами, петрушкой, молоком. И так они живут, они зарабатывают себе продукты, питание новостями, которые перевозят с острова на остров. Вот, и этот цикл, который я вам сейчас прочитаю, он называется «Тринадцать новостей на остров Инишман». Благословленный стал быть Аллой Михайловной и Наташей Дорышевой, которая сказала «Пусть будет!» Так что пусть будет. А еще говорят, да, вот это такой цикл, который начинается всегда, а еще говорят, это новости, которые продаются. А еще говорят, сумасшедший один румын утащил с магазина Квикли рекламный щит. В остальном, как всегда, на западном фронте без перемен, так что даже как-то нечего не сообщить. И потом, зачем вообще тебе наш дурман в тех краях, где все новости снова запрещены? Что за дело вам там на острове и нишман до бесстыдного ветра с западной стороны? Да, забыл, тут все больше прелестных таких девиц с бородою весьма ухоженной в пол лица. Только эта новость едва ли потянет на пять яиц. Она даже едва ли потянет на пол яйца. И еще, говорят, тут вышел один роман про инцест абрикосы и персика миль пардон. Нехорошая тема для острова и нишман. И продать ее можно только с большим трудом. И бы ваша мораль высока и броня крепкана. И романы ваши сильно похожи на вашу жутку. И они говорят вам всю правду и навека. Например, с кем ложись, а с кем ни ни не ложись. так что мало чего дадут молока стакан за бессовестный текст. И того-то никто не даст. Там, где жизни искусства исповедуют общий закон, как бы этого не противился западный докатался. И еще говорят, что спившийся наркоман застрелил сначала себя, а потом родных. Но должно быть наркотик на острове Енишма существует сегодня в больших словарях одних. Вы там все беспорочны, вы дети и права, о чем я тут, о каких наркоманах, но больше у нас ничего не случается. Денег давно уже не крадут, потому что не носят с собой. Я пробую делово, да одни только глупости, видишь, приходят на ум. Это чек на петрушки пучок или на лук. Что касается шума, откуда на западе шум, а молчок ничего не выучит за молчок. И еще говорят, наши дни уже сочтены, и нас скоро прикончит какой-нибудь басурман. Совершенно неважно, с какой он придет с стороны, может, даже и с той, где находится или шман. Полный шпенглер, короче, но вам-то там не впервой отпевать ваши сумки. Так что и этот слух, если чем и зачтется, то разве усмешкой кривой, а не хочешь усмешки, так парочкой отлили. Да, оно и понятно, новость должна сверкать, а не тлить, ибо тлеющей новости грош цена, особливо такой, как хронический наш закат. Это как у вас там, пофигонская старина. И еще говорят, в конец растроганный меломан на концерте Мадонны покончил с собою вот. Правда, что до этого острова винишман, на котором культура из каждой прорехи прет, на котором куда ни сядь и куда ни стань, артефакт и другой артефакт и числа им есть, и по-вашему, друге Мадонна, большая дрянь, ей не лезть бы в политику и вообще не лезть. Не ее это дело, с кем там у нас война, и как вышло, что каждое сердце теперь редут. В общем, новость о меломане ей груш цена. За нее даже горсти семечек не дадут. И еще говорят, к нам опять идет ураган. Паре тройки домов, наверное, не устоять. Но на кой это новость острову Венишман, где порядок опять и где все хорошо опять. Там ведь как там расплюнуть и все пойдут за плевком и вокруг воцарится новая благодать и придут прямо в рай, прямо так, пешком с пасашком, как уже приходили бедствовать и страдать. ан беда не беда на острове Эмишман. Все поют и танцуют, хотя всем давно капут. А у нас ураган, повседневный такой ураган. Попытайся продать его, вот хоть за соль беду. И еще говорят, что один каннибал гурман из соседских детей наготовил себе котлет. Вот какие новости любят на острове Эмишман, но платить и за них не платят. Такой расклад. Там у вас вообще норовят нахаляр, на как-нибудь, чтобы новость была пожирней, а денежки поцелее. Ибо самое первое дело у вас обуть и послать обутому пламенный поцелуй. А второе по счету дело у вас убить переносчика новости, ежели не пришлась. Заурядный такой, повседневный такой, как бит, без которого не рифнуется новость и власть. И еще говорят, что тут плигут всех мусульман, сколько б их не приехало, не приплыло и не пришло. Но за эту волшебную новость на острове Инишман хорошо не заплатят, заплатят нехорошо. Помидорами тухлыми, это и так, например, потому что подобная новость не тот товар, на который польстится какой-нибудь правовер, патриот, патриарх и так дальше из этих сфер. В общем, новость такого вот рода для вас туфта. Будь подальше от всех иноверцев, особенно мусульман, для которых Европа открыла свои врата, но которым нет места на острове Инишман. И еще, говорят, одна дамочка бизнесмен попыталась себе ждать взятку, да только вот не учла, что мы здесь не на острове инишман, то есть просто забыла, дурочка, где живет. Слово взятка тут не включают даже в кроссворд, потому что иначе кроссворда не разгадать. Запад вял, бесхребетен, но он по-своему тверд, тут особенно в общем-то губы не раскатать. Там для вас это скучная новость, глотка воды не получишь за дамочку уже севшую на пять лет. Да и что вам с тобой, раз у вас там крепкие ряды и охотно покарали за взятки, дающих нет. И еще, говорят, тут на днях был ужасный шмон, все искали концы и концы конечно нашли. В это вряд ли поверят на острове Инишман, где обычно концы убирают воду с земли. Так что, знаешь, не распространяй эту новость совсем, не окупится духлая рыбина ей цена. Просто я на такие новости сильно подсел, вот и радуюсь значит осел, мол, неправда обличена, как и все мы тут радуемся, несчастные дурачки, возлюбившие равенство, братство, свободу. Да, никому там у вас ненужные и почти отмененные слова и кажется нам все. И еще говорят, что один кабанон-кабан нарядился премьером ину управлять страной. В это вряд ли поверят на острове Эмишман, где животных не путают с властью, причем родной. Там любить премьера значит любить свой край. Пусть совсем не счастливый, да Бог иного не дал. Все ужасно всерьез, так что ты, пожалуйста, не играй, ни во что не играй, и уж прежде всего в скандал. Ибо не угадаешь у вас на острове Эмишман, что отрадная весть, а что отравная весть. Ждешь, что водки нальют или просто воды стакан, а возьмут и отравят и даже в тюрьму не сесть. И еще говорят, мы тут гадим себе в карман, что, наверное, правда, мы гадим себе в карман, не желая общаться с островом Эмишман, но отнюдь не считая кошмаром такой кошмар. Будь по-вашему, мы идиоты, придет пора, все мы в ножки вам бросимся, только уже тогда мы услышим ответ это, мол, давно не игра, игры с вами закончены, дамы и господа. Тут мы горько заплачем, дергающи стоп-кран и сверзающись вниз с наших выдуманных высот. Ну, а новость о том, что мы гадим себе в карман, никакая не новость. цена ей в дерьмо кусок. И последняя новость. И еще говорят, что у нас существует план, невозможно коварный, но малореальный план покорения гордого острова и не шмана. И его превращение в такой же, как тут шалман. Это глупая новость, так что не жди за нее ни сметаны, ни творога, ни вообще жиру. А запахнет паленом, увидишь, все ваше варье к нам же сразу и дернется. Собрались и будь здоров. Значит, спрячь эту глупую новость к себе в карман и забудь об оплате, не будет тебе сметана. А на западном фронте все так же без беремен. Никому тут не нужен гордый твой эмиш. Вот такой был цикл. Мучительный. Так. А теперь надо, наверное, прочитать что-нибудь про войну. Я теперь много всего про войну. Даже не знаю, про какую конкур. Просто про войну. Вот такое дарость. Вот про войну три стихотворения про войну. Там не моя идет война, моей войны меня лопают. Не мой парад, не мой салют, знамена ордена. Там не мои идут бои, там комиссары не мои, за идеалы не мои, свои идут бои. там не моя темнеет кровь, там все пуляют в косе в кривь и попадают не в попад, куда глаза глядят. Своих калеча, как чужих, не ведая, кто мертв, кто жив, рубя с плеча и с горяча, давая стрякача. в то время, как моя война, она прекрасна и нежна, и такова, как быть должна, пугунна и вопна, и никого не тронет тут, и длится несколько минут, и все танцуют и поют, и в ней меня убьют. Хоть вы, жальные соловьи, скажите мне, кто тут свои, и я тогда за них пойду в огонь и в воду. А то, не зная, кто свои, я сам в понятии семьи на вашу и мою беду никак не въеду. Я вечно путаю цвета, не с тем братаю сенита, меня пленяет высота, и сам не рад я, что с ним вожусь, а не вот с ним, но мне никто не объяснил, где пограничная черта и кто тут братья. По мне так все они милы, или хотя бы уж смелы, а что схватились за стволы, увы, бандиты. Пойдем-ка, детка, на войну, стрелять в длину и в ширину. страна напала на страну, шпана напала на шпану, и все мы и и происходит ближний бой, и все стреляют в разнобой, и убивают нас с тобой или другим, а я стреляю далеко, и попадаю в молоко, хотя признаться от других лишь в двух шагах. А мне хватает молока, я не люблю наверняка не убивать, не целовать наверняка, и без меня жизнь коротка, и улетает в облака, под пули свист, под лязг штыка, под взмах смычка. Пошли мне Божья благодать, чтоб ни в кого не попадать, ни в червяка, ни в слезняка, ни в мотылька. Пошли мне, чтобы бурь утих, пошли патронов холостых, пошли, чтоб смерть была легка, и мамка. Был еще такой цикл. А я опять про войну. Смотри, как все у нас совсем наоборот. Дитя погибло от чрезмерного надзора. Война приходит колыбельную поет. Она поет живым и мертвым без разбора. Уходит в прошлое пешком крылатый звон и стайка ангелов рыдает. Да, летописные напрасные крючки без букв заглавных и без знаков припинания, там, где хронисты вечно делают скачки имен из быстрых этих лет не поминая, не расцепить цепочки слишком сплетена, да и спеклись на общей крови письмена. И то ли дымом пахнет, то ли винталем, горька неправда, но внезапное прозрение заговоренный не спасает медальюн и пять счастливых лепестков сухой сирене, еще чуть-чуть чернил в историю дольем и распрощаются с эпохой и жильем. Порохового хоровода толчая, где исчезаешь, не успевши упояться, она как новая земля, она мечья, и принимают хоть кого в свои объятия, а среди братьев вечно столько левачья, что все равно кого любить, руби с плеча. Тут сразу все одной рискует головой, тут не пристало выбирать, тут поле брани, и ты, захлебываясь песней хоровою, спешишь вперед на самый лучший праздник твой, священный праздник умер. Поговорим, но только не словами, а, например, поговорим слезами, поговорим слезами, горьким смехом, но только не словами, гу-гу-гу. Остался цирк, а город весь уехал. В него стреляли, не переставая, в него стреляли, с танков, не слезая, и он махнул рукой и исчез, не взяв с собой ни хлеба, ни небес, и ни воспоминаний, как стреляли. Он ставит многоточие костылями и больше не вернется никогда. Он оборвал на память провода за тем, чтоб ниоткуда не звонили и ничего не произнес в финале, как-то ублюдки, сволочи, мразь, и с ним теперь нарушена вся слез. Но ходит слух, что сам себя боясь, там клоу бродит, говоря шагами, зигзагами, ожогами, снегами, что глупо, глупо искушать судьбу. Это вот рифма через все стихотворение «Бу-бу-бу судьбу». Я вспоминаю Михаила Викторович Панова, который в свое время сказал, если вы думаете, что к этому стихотворению не будет рифма, то она будет в конце, потому что акнеизм такое искусство, которое не заставляет ждать зря. Рифма придет в любом случае. Вот так. Теперь здесь такие очень странные вещи в этом сборнике. Скоро заканчивается. Еще есть 15 минут. Они все называются какими-то женскими именами. Вот Сеньора Фортуна или Фрегин Дежавю или Мамзель Любов есть еще такая. Вот я думаю, что пора бы нам с вами перейти на что-нибудь более веселое. Я только прочитаю одно стихотворение, видимо, последнее из серьезных. Такое какое-нибудь завершающее все. Я сделаю сноски, клянусь вам, я все объясню. Теперь это едва и едва и едва но может быть, лет через сто, шучу, разумеется, выберу день подлиннее и сделаю сноски к тому и к тому и к тому. Ко всей писанине моей, чтобы вам не гадать, о чем это он и в своем ли он, дескать, умеет. Так вот, соберусь наконец, дверь забрусь внутри, налью себе кофе покрепче, поставлю на стол букетик каких-нибудь мелких цветов полевых, поглубже вздохну и вперед на съедение вам с улыбкой счастливой. И с этого самого дня между нами не будет уже ни вопросов, ни тайны. Я сделаю сноски, причем постранично, да нет, пословно, побуквенно, чтоб уж совсем никаких сомнений ни в чем. Скажем так, я в виду не имел ни тут и ни там, ни ее, ни его и ни вас, а птичку одну. Всего-навсего птичку одну. Синичку, насколько я помню, под именем Джилл. А теперь, наверное, нам не надо больше грустить, а надо смеяться и хохотать, поэтому я вам прочитаю нечто написанное в 1083 году. Называющийся Дон и Донна наконец настало время этому быть изданным, и это попало как-то вот в Мамзель Любовь, вроде бы органично, и с этого открывается Мамзель Любовь, хотя это совершенно не русская тематика. Цикл называется Дон и Донна, состоит из четырех стихотворений. Дона Анна несла на могилу левкой и была воплощенной тоской. Покаянный покой тек покой на рекой по надсмертию мирской, и холодной рукой Дона Анна несла на могилу левкой и казалась как облачко легкое по сравнению с камнями и с корбой людской и левкое поникшее колону. Дон Джоанна совсем не касались дела Доны Анны, пришла, так пришла. Он смотрел, как ветла у могилы росла, как вечерняя нгла на камень и легла. Дон Джоанна совсем не касались дела Доны Анны, но он тем не менее, между прочим, заметил чертовски мила по сравнению с ветлой и камень. Дона Анна несла на могилу левкой и была воплощенной тоской. Дон Джоанна совсем не касались дела Доны Анны, пришла, так пришла. Покаянный покой тем покойной рекой над романом пока без названия. И вечерняя нгла на камень и легла, и над красной церковью колокола Дон и Дон вызывали «Простите, сеньора, какая фигура, в чем дело, сеньор, в чем дело, сеньор, вы так одиноки, начало не дурно, я так одинока, позорный шефстор, простите, тут лужа, ах, что вне нужно, сказала она, поправляя упор. Я вас провожу, все равно по дороге, но я не прошу вас, родная платок, сеньора, платок, вы со всеми так строги, какая котлетка, я менее строг, ах, что он стоит, ах, что он стоит, сказал сеньор, платок на коток. Сеньор, как мило, надеюсь, не миля, сеньор, чуть помедленнее, позже бежим, сеньор, вы прекрасны, ужасно встели, пустите же руку, некрепкий нажим, а мужа тем вечером не говорили, и памятник мужу стоял, не вне. Сеньор, быть может, пропишет слово, заскочил ко мне, вы забыли, сеньор, конечно, милый, позвольте, да что вы, нельзя, что за взор, за немыслимый взор, сказал сеньор, без умства злого, не помню, как правильно взор или взор. Сколько приветствий никак не могу освободиться от взгляда, столько знакомых на каждом шагу, мне они искренне рады, тут ведь в провинции личная жизнь очень заметное дело. За полночь на пять минут задержись с кем-то, и весь полетело. Чао, сеньор, старый дурак, чао, сеньор, брали притер, чао, сеньор, первый скряк, чао, сеньор, женщина вздор, я вас прошу, опустите, уважаемые гости, ярмарки, приглашаем вас посетить стенд 18-20 за издательство просвещения на третьем этаже. Вас ожидаем на веке 2017 года в обрывающей учебной в обрыве директора для детей. Академия Музыка Школы Роскитет по экрану сказку английский язык экспресс повышен. Интерактивная зона для детей. Стрель 18-22 третий этаж творческие мастер-классы и гражданятия. Я вас прошу, опустите его, а так будет проще и лучше. Что вы сказали? Да нет же, не жаль, ваши вы имени. Слухи, слухи несут с поветра под дым, слухи обильнее, чем страсти, с кем я живу совершенно один. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Завтра, о нет, прямо сейчас, я здесь один, ку королю. Здравствуйте, я, здравствуйте, вас, здравствуйте, люд, здравствуйте, люд. Ваши губы, сеньора, хмельнее, чем Эль, ваши губы, сеньора, гораздо хмельнее, ваши очи, сеньора, темнее, чем Агаты, ваши очи, сеньора, темнее, восстократ, и канатов, сеньора. Нет такого позора, Каково бы я, каково бы я не, каково вам был, я нестерпел вашу честь, каково бы я и не смог перенести мне любой из них в пору, вы уснули, уснула, нетрудно искать от подобного бреда, которого суть, ложь и снова же ложь, весь ваш гоблик похож на десятки подобных, все это ложь, все неправда, сеньора, Никакого позора не хотел бы, сеньора, я на душу брать, и поверьте, я был бы отчаянно рад слышать шаг командора. Дунана молчит, она видит во сне, как сиятельный всадник на легком конемчить с букетом из дальних заоблачных стран, а забот его вовсе и не дунжуан, весь он в доблести, шпоры, нет такого позора, Каково бы она не снесла в его честь, каково бы она не смогла перенести ей любой из них в пору, Спит, сеньора, и впрямь, почему ж не уснуть от подобного бреда, которого суть, ложь и снова же ложь, Тот, кто рядом похож на десятки подобных, и все это ложь, а на улице дождь, а на улице дождь, а по улице люди идут по домам, завтра город узнает про новый роман. Вообще-то я хотел вас развеселить этим, но почему-то, видимо, не получилось весеннее. Поэтому я вам прочитаю одно стихотворение, которое должно быть веселое, хотя оно такое кровавое, тут все-всех убивают. Это из цикла, который называется «Дура романса». Мне очень нравится название, в переводе с итальянского означает «Жестокий романса». Дура романса, он называется «Адье», «Когда в темноту погружалась терраса, и воздух пронзала вечерние мгла, Просковья всегда целовала Тараса, поскольку Просковья любила Тараса, но склонность ее безответной была. Уважаемый гостиный участник и я, в восемнадцать часов в зоне семинара номер один, начнем с презентации отбора... Не читать или прерваться? ...вам это важно услышать? Прерваться вы должны послышать. Просковья любила Тараса любовью. В восемнадцать часов вы сказали, начнем с датом, и в нем при ней ответили. Важно, мы запомним. И скрыть неумело свой девичий был. В восемнадцать часов в зоне семинара номер один, в гневе, и в нем... Хороший рефериал. ...рогеннадо-центрные книги в Москве. И такой безнадежный концепт. ...издательство Пракурской Снежной Янке в России, издательство АСД, революция «Жар». Просковья любила Тараса любовью. ...и скрыть неумело свой победить. Просковья любила Тараса любовью. ...космех... ...восемь... ...кушевый... ...посER... ...посер... ...восемь... ...надо-босемь... Там тоже музыка. Я буду спешить. Прасковья любила Тараса любовью. Теперь уже никто не забудет, чем она его любила. Прасковья. Меня любила Тараса любовью. И скрыть не умела свой девичий путь. Но он не любил, дорогой Прасковью, любовью. И даже не то, чтобы любовью, а просто ничем вообще не любил. Обычно Прасковью с открытой душой, спасибо, с открытой душой Тараса к себе приглашала в кровать. И там обнимала Тараса за шеей. Но он говорил, что я не разрешаю меня обнимать и при том целовать. Прасковье же было все мало, все мало. И даже когда утомлялся Тарас, Тараса она все равно обнимала. Увы, не один только раз обнимала, а множество, множество, множество раз. Однажды Тарас не пришел на террасу. И в полночь Прасковья босой и ногой по снегу в слезах прибежала к Тарасу. И только она прибежала к Тарасу, как сразу Тараса застала с другой. Разлучницу звали поганой Ренатой. Она возлежала на шкуре осла. И в эту минуту Прасковья гранатой, она постоянно ходила с гранатой, и хлобовище в пух и прах разнесла. Потом поклонилась кровавым останкам и с грустью сказала такие слова. Прощай же, Тарас, и не верь иностранкам, а я побреду по ночным полустанкам, покуда не стану мертва. Прощай же, Тарас, обнимаю за шею. И помни, за сладкое наше житье, за нашу любовь все тебе я прощаю, Я только измены тебе не прощаю, с поганой Ренатой. Адьёй. Это вот из дура романца. И последнее, что я прочитаю, пока нас не перебили, у нас осталось еще немножко времени, я прочитаю вам здесь опубликован цикл, который называется «Бестиарий». Вот, я прочитаю стихотворение, которое называется «Я». Последнее в «Бестиарии» — это такой будет подарок Аль Михайлову. Это стихотворение, Альцо, это было подарки. Этот цикл, он посвящен всяким странным животным, как полагается в «Бестиарии», но фонетически странным животным. Я думаю, что вам нужно прочитать хотя бы одно стихотворение «До я», чтобы вы услышали, что я делаю здесь, как я делаю этих всех странных животных. Я их делаю фонетически странными. Например, одно животное под названием «Проходил». Как заметишь, среди ночи между царственных светил пасть с зубами, не иначе это злобный «Проходил». Он сползает прямо с неба и, забравшись под постель, ждет, чтоб в сонной тишине бы тихий ангел пролетел. А на что ему тот ангел, что он ждет его всю ночь? А на то ему тот ангел, что до ангелов охучи. У него такая зависть к белокрылому созда, что пока не растерзает, не уйдется никогда. Ты в постели спрячь кодила, и коди из-под тишка, возле пасти проходила, с расстояния в три вершка. И когда он сильно с кокси, с морду отвернет свою, ты плесни горячий уксус на его, на чешую, и почуешь, засмертила, словно квас перебродил, и не станет проходила, и растает проходила. А едва взобьется ангелом твоей тишиной, ты скажи ему, «Мой ангел, оставайтесь со мной». Вот такая фонетика в этом цикле, а заканчивается это отнюдь не фонетически, но заканчивается вноститворении, которое называется «Я» — это такой зверь. Здесь кончается букварь, рушатся мосты, Здесь живет последний зверь под названием «Я». Он опасней всех других и коварней всех, тех, кто, значит, при рогах, зумьях и глуках. Зверь безвидный, зверь слепой, осторожный зверь. Он сливается с толпой, он всегда с тобой. Бродит рядом шасть-дышасть, И весьма гораст в спину стало бы дышать, Дескать, знай, я здесь. Хоть украсься сотней стрел, Хоть уклойся в сток, Я тебя хоть и не съел, Но давно настиг. Каждый новый шаг вперед Есть конец мечты, Но когда придет черед, Знает только я. Ах, катись, мой колобок, Трубкою лучной, Да хранит тебя твой Бог, Мудрый Бог печной. Всех на свете победишь И перехитришь, Кроме развитой колеш, Разве только лишь. Спасибо.